Кибербуллинг Кибербуллинг — это намеренное оскорбление и угроза клевета с помощью современных средств коммуникации, как правило, в течение продолжительного периода времени. Однако не каждое негативное высказывание следует называть кибербуллингом. Некоторые люди при ведении диалога в сети при столкновении с другой системой ценностей могут довольно быстро переходить к категоричным высказываниям и агрессивной манере ведения дискуссий. Наглядным примером подобных проявлений являются комментарии, основанные на религиозных убеждениях пользователей. Например, согласно анализу Европейской комиссии за демократию через право, буллинг в социальных сетях сводится к следующим категориям. Первое — это прямое богохульство. Второе — это оскорбление религиозных чувств. И третье — это широко сформулированные или туманные законы, ограничивающие выражение мнений в отношении религии и убеждений людей. Хороший вопрос. А как реагировать в ситуациях буллинга? Что конкретно можно сделать? Я предложу некоторый алгоритм реагирования, и его легко можно адаптировать под текущую вашу ситуацию. Вот шаги и небольшие комментарии. Шаг 1 — спокойствие. В ситуациях словесного нападения мы чувствуем страх и стыд, ведь это практически атака на наш статус и авторитет в условиях публичного пространства. Естественно, следующей реакцией является злость и желание защищаться, нападать в ответ. Вот эти эмоции и вот это желание необходимо сдержать. Важно самому вести себя корректно и вежливо, не втягиваться во взаимные оскорбления и не отвечать агрессии на агрессию, так как это только усилит конфликт. Очень важно понимать, что на агрессивные посты мы сами можем выбирать свою реакцию. То есть, если нас пытаются оскорбить, то мы можем зацепиться, начать что-то кому-то доказывать, просто проявляя свою уязвимость. Можем проигнорировать, можем иронизировать, чего-то испугаться или обидеться. Как реагировать на негативные высказывания, решаете вы сами. Удержать спокойное состояние, помогает прием понять и простить. То есть, объяснить себе мотивы нападения на нас. Могу привести наиболее распространенные мотивы. Первый. Агрессия из-за недостатка аргументации и возникновения внутреннего конфликта, крайне неприятного раздирающего чувства. Поясню. Негативное высказывание показывает, что ваш оппонент дошел до предела аргументов и не может рационально выразить или обосновать свою точку зрения. При этом испытывает большую эмоциональную волну, от которой ему очень плохо и ему как-то необходимо с ней справиться. И словесное нападение – это примитивный способ саморегуляции. Второй мотив. Это агрессия как попытка самоутвердиться за счет принижения или унижения другой стороны. То есть, когда оппонент не сильно уверен в том, что он проповедует, говорит или сообщает, поэтому он стремится принизить наш статус или важность, когда кажется, что его аргументация выше или значительней. И еще это может быть попытка отреагировать реальные, тяжелые, трудные жизненные условия, в которых находится наш оппонент в сети. Вылить агрессию на нас, разрядиться. То есть, человек пытается просто отреагировать то, что у него болит. Практически мы к его реакции не имеем никакого отношения. Шаг 2. Признать право иметь свое мнение. Иногда людям просто важно, чтобы их услышали и признали. Поэтому можно использовать одну из универсальных фраз-соглашателей. Понимаю, что у вас был не очень позитивный опыт. Вы имеете право на свое мнение. Понимая вашу реакцию, вы имеете право злиться. Вашу реакцию, понимая, хотелось бы узнать, чем она вызвана. Ну и похожие фразы. Мы не соглашаемся с оппонентом, но и не противоречим ему. Шаг 3. Исследовать. На этом шаге можно задать несколько вопросов, чтобы более точно понять, готов ли ваш оппонент перейти к конструктивному обсуждению или будет продолжать бессмысленную агрессию. Например, можно написать, что вы хотите сказать, или что вы хотите до меня донести, или интересно, не могли бы вы пояснить, чем вызвана ваша реакция? Или похожую фразу. Этот шаг может подсказать, может быть, мы сами высказали где-то агрессивную или категоричную позицию, и наш оппонент пытается просто донести это до нас. Шаг 4. Отреагировать. Если оппонент готов к конструктивной дискуссии, то просто переходим к аргументации. Если нет, агрессия продолжается, то мы создаем рамку восприятия для других участников или читателей. Первые шаги уже показали наш настрой, нашу готовность к конструктивному диалогу. И если нет обратных шагов со стороны оппонента, то просто отказываемся от дальнейшего общения. Можно дать оценку диалогу в целом. Например, вы используете большой объем негативных посланий. В таком русле я отказываюсь общаться. И на дальнейшие посты отвечать одним словом. Тролль. И всем другим будет ясно, что происходит. И посты данного участника будут просто игнорироваться. Давайте воспринимать интернет как публичное пространство. И в этом публичном пространстве сохранять вежливость и демонстрировать взаимное уважение.